Всем привет! Это канал I Like Pet и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах, по которым стоит завести Мэн Куна. К выбору домашнего питомца стоит подходить очень ответственно. Мэн Кун самые большие из представителей их домашних кошек. На родине в США их сравнивают с енотами, а нам из-за кисточек на ушах этот кот больше напоминает рысь. Почему же Мэн Куны хорошие питомцы? У Мэн Кунов множество вариантов окраса шерсти. Черный, красный, голубой и множество других. Вы сможете выбрать котенка на любой вкус. Это является преимуществом Мэн Кунов. Самым дорогим считается черный текированный окрас. Огромный пушистый хвост, кисточки на ушах, мощные лапы. Все это достоинство Мэн Кунов. Этот кот с умными глазами никого не оставит равнодушным. Куны не требуют особого питания. Сухой или натуральный корм на выбор хозяина. Нужно лишь учитывать, что крупным кошкам потребуется больше корма. Главное, чтобы питание кота содержало в себе все необходимые животному вещества и было качественным. Терять своего питомца это всегда очень тяжело. Продолжительность жизни породистых Мэн Кунов достаточно велика. Они отличаются хорошим здоровьем и будут радовать своего хозяина долгое время. Некоторые представители этой породы доживают до 20 лет. Коты породы Мэн Кун легко уживаются с другими домашними питомцами. Эти большие кошки очень контактны и быстро завоевывают расположение других животных. Но не стоит знакомить куна с рыбами, птицами и грызунами. Их кот может принять как добычу. Любовь к охоте у них закреплена на генетическом уровне. Высокий интеллект – отличительная особенность, которая привлекает любителей кошек. Мэн Куны очень наблюдательны и внимательны. Они имеют отличную память, поэтому легко поддаются дрессировке. Если вы выбираете Мэн Куна, то стоит знать, что в доме появится необычный питомец. Характер Мэн Куна также уникален, как и их внешность. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в других соцсетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!